Мы уже рассказывали о первом крупном международном успехе отделения греко-римской борьбы с дешёры жемчужнополесьем. А именно бронзовой медали на молодёжном чемпионате Европы Станислава Шафаренко, который весовой категории до 82 килограммов занял третье место. Этот успех является вехой как карьере самого Станислава, так и в истории отделения борьбы специализированной детской юношеской школы Олимпийского резерва Мозорского нефтепрорабатывающего завода, которая и дала Шафаренко путёвку в большую спортивную жизнь. Вы знаете, его, во-первых, привела бабушка на тренировки, она его очень напекала, она, между прочим, она и по сегодняшний день его контролирует. А когда он пришёл, он уже было видно изначально, это был боец, на самом деле это был по-настоящему боец. И я же говорил, что юношеская борьба, он быстро схватывал приёмы, он быстро взял техникой, и вот у него не отнять вот эти вот волевые качества, стремление победить, особенно вырвать на последних минутах. Первый тренер Станислава Николай Васильевич Тройников, личный наставник Шафаренко Малик Андежаевич Эскендаров, специалисты, работающие со Станиславом в сборной команде Республики, все они внесли свою лепту в развитие и становление мастерства воспитанника с дюшор жемчуж на полесе. И, кстати, финансовую помощь отделению греко-римской борьбы оказывает и фонд «Чемпион», который также не остался безучастным к успеху нашего героя. Кроме вручения подарка, организовавшие показательные выступления группы подготовки каратэ тренера Елены Леонидовны Крюковской. Что дес дюшор Мозорска НПЗ, то трудно переоценить роль этой спортивной школы воспитания Станислава Шафаренко. И бронзовая медаль на молодёжном чемпионате Европы – это во многом и награда, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва «Жемчуж на полесе». Да, все мы понимаем, что в борьбе до такого уровня очень сложно дойти, до чемпионата Европы. И быть в призах, и не только… Успех, конечно, грандиозный. Для нас, для нашей школы мы безмерно рады. Ну а что могут сказать о Станиславе Шафаренко и его товарищи-борце, которые отлично знают Стаса? Человек он хороший, всегда помогает. Мы часто выезжаем на сборы, вместе, ну, рядом живём, тренируемся вместе. Человек он хороший, борец тоже. В плане техническом хорошо подготовлен. Что Егору может сказать о стиле борьбы Станислава Шафаренко? А каковы его отличительные особенности – козыри? Технические действия, но выполняет много технических действий, много баллов набирает. Какими всё же качествами должен обладать борец для успешного выступления на ковре? И тот же Станислав является ли настоящим примером для подражания своим молодым коллегам? Хороший борец, он должен обладать силой воли, очень хорошей. Он должен быть психически подготовлен, и Станислав Шафаренко обладает этим. Также он очень такой психически выносовый человек. Есть ли, по мнению Егора, у борцов настоящая дружба? Чувствуют ли они в трудный момент плечо товарища? Конечно, есть. Борцы – это вся дружная семья, мы всегда поддерживаем друг друга и болеем на разных соревнованиях. Сам Станислав, кажется, чувствует, что здесь его ценят, любят и всегда рады видеть в зале тренировки борцов с дюшер Мозорского нефтепроработающего завода «Жемчужная Полесье». Думаю, да. Тут первый зал, как-никак. Сюда пришел, встал первый раз на ковер, и сюда все началось, весь путь. Это мой первый спорт, я больше никуда не ходил. С самого начала сюда пошел, и все. И все пошло. Что может сказать Станислав о своем первом тренере, Николай Васильевич Тройниковый? Очень сильный тренер, хороший тренер. Всегда поможет, подскажет в трудную минуту совет. Приятно, что Станислав помнит и ценит свою родную спортивную школу из дюшер Мозорского нефтепроработающего завода «Жемчужная Полесье». Ну, на международных соревнованиях я всегда представляю свою страну, Республику Беларусь, и как-никак не забываю про дюшер «Жемчужина Полесье». Ну что же, пожелаем дальнейших успехов Станиславу Шафаренко, который в апреле выступит уже на взрослом чемпионате Европы в Бухаресте, в своей весовой категории до 82 килограммов. И там мы не сомневаемся, что воспитанник тренеров Николая Васильевича Тройникова и Малик Андежаевича Скандарова достойно защитит спортивную часть Беларуси, своей родной из дюшер Мозорского нефтепроработающего завода «Жемчужина Полесье».